Патриотизм Патриотизм В моем понимании Можно в интуитивном Таком простом определении Понять как Любовь к Родине Заметь, противостоит Логически Мы сразу понимали Систему координат Противостоит любви к Родине Не любовь к Родине Как можно было подумать А космополитизм Любовь к миру Отсутствие родины Отсутствие всякого рода любви К какому-то отдельному местечку Ну да, наверное так Дело не в том, что ты не любишь Родину А дело в том, что ты Равно относишься ко всему И вот это выступает Как космополитизм Он стирает все границы Он возвышается На вся порода местечковостью Как бы там На всякого рода локальность И как бы пытается Размышлять с позиции универсализма Что все люди равны Как бы да, что все люди Ну скажем, как Как это делалось у Стои Что все люди равны перед разумом Перед неким логосом Или как это делается у крестьян Что все люди равны перед разумом Какие могут быть у крестьян На самом деле границы Да, и государства Христианин это тоже Такой же космополит Как какой-нибудь Стоик Ну это как бы примеры того Все-таки А все выражается Любовь к Родине Может же там Есть же такое понятие Малая Родина Там где родился Там пригодился Любовь к малой Родине И начинает вспоминать Какие-то там березки Какие-то там Покосившиеся избушки Милые сердца Лица стариков Калитка Дети Скрипит калитка Скрипит калитка Рябинка над ней Да ну тут можно в лирику Коется у меня было калитки В лирику можно Тебе не повезло Ты не патриот Понял Я не попал в это Углазское сообщество Нет, на самом деле На самом деле Большинство Общественно понимаемого Патриотизма Оно стоит не в том Что ты любишь Что-то конкретное В том, что ты вот эти паттерны Какие-то Воспроизводишь Вот эти некие клише Ну да Русского Я люблю калитку Ну понятно Только вопрос Это все В каком-то отношении лирика Надо попытаться Все-таки возвыситься До понятия Вот если до понятия возвышаться То с одной стороны Здесь универсализм А с другой стороны Вот В чем правда Патриотизма Да Она Которая противостоит Да Она состоит в том Что Вот это Универсализм Он как бы стирает Реально существующие В мире различия Вот они как бы есть Мир Вот он разнообразен Содержательно богат И надо бы Как бы сохранить Вот это его содержательное богатство Не обобщать все И говори Там все люди одинаковы Все они как бы Вот такие Такие Все религии одинаковы Все боги Одни и те же Вот А надо сохранить Вот это вот Как бы богатство Различия А тебе не кажется Что с другой стороны Сохраняя различия Мы тем самым Сохраняем Некоторые роды Конфликтность Да Ну конечно Потому что Всякая конфликтность Она опять же И возит на некоторое роды Различие Это тоже считается Хорошо Значит еще раз Как бы Опять изначальную Мы пытаемся Взойти в понятие Патриотизма Изначально Как бы дилем Между универсализмом И как бы Как это назвать И местничеством Или как это назвать Космополитизм Космополитизм А другой характеристик Можно сказать Что это патриотизм Который подразумевает Все таки Обоснование Неких различий Обязательно То есть Универсализм Эти различия Нивелирует Для того Чтобы показать Что все люди равны Перед каким-то основанием Нет Вот даже Можно так сказать Что Он не просто Нивелирует Что показывает Все люди равны А как правило Вот он такой Как бы хитренький Он показать Что все люди равны Европейцы Хопа Понимаете Что все люди равны Европейцу Белому человеку Среднестатистическому Западному Там и так далее И все как бы Не так что все Приравниваются Своей основе А все как бы Насильственно Притягиваются Это некое Тождество Которое устанавливается Поверх всяких различий Вопреки всяким различиям Настаивается на Тождестве Это гегельянское Как бы Насилие Осуществляется В то время как Космополитизм Это отражение Того факта Что все люди Равны Все есть люди Просто как факт Не Ну можешь Действительно Просто Ты почему-то Свел это К какому-то Конкретному Универсализму А именно Европейскому А можно же Взять Абстрактный Универсализм Все люди равны Потому что Они принадлежат Они принадлежат К одному Биологическому Виду Человеку Я свел это К тому Что универсализма Не бывает Никогда Биологический Универсализм Или там С позиции Биологической Можно Ни низк Ни так С позиции Религиозного Можно сказать Что все люди Равны перед Богом Нет Потому что Они создание Божие Как правило Патриотизм Связывается С принадлежностью К чему-то Либо к месту Какому-то Либо к Какому-то Социальному Словю Я говорю Просто о том Что Стирание Различ Подождите Давайте Подглубки Не будем Валить Потому что Услышали Слово И можно Много Что по поводу Слово Сказать Если Мы Зафиксировались На каком-то Различии Есть Универсализм Который Подстоит Патриотизм Универсализм В смысле Космополитизм Который Стирает Невелирует Некие Различия Почему Потому что Оно указывает Некое Общее Основание На основании Которого Все Эти Различия Несущественные Мы говорим Например Что Есть Биологический Вид Человека И Не важно На каком Языке Человек Говорит Какой Культуре Принадлежит Какой Он Умеет Свет Кожи Вероисповедания И прочее Это Одно Понимание Другое Понимание Допустим Опять же Не обязательно Это должно быть Такой Биологической Индии Может быть Религиозным Универсализм А тебе Патриот Говорит Что На самом Деле Все Производит Не совсем Так На самом Деле Вот Этот Космополитизм Допустим Который Говорит О Универсализме Человека Он Напирается На Западноевропейское Понятие Человека Исходя Из него То есть Это понятие Оно Не пустое Оно Как бы Не упало Откуда С неба Оно Не из опыта Истраполировано Оно Пришло Из Одной Из Каких-то Локальных Одна Из Локальностей Его Поставила Моглового Угла И Здесь Присутствует Это Я просто Защищаюсь Стороны Патриотизма Я Отрица Патриотизма Как они Смотрят На Присходя То есть Ты Более того Присущаешь Даже Я бы сказал Фашизм Получается Что нет Общего Основания На Которое Могли бы Все Люди Сказать Что Они Люди Если Существует Коренное Различие Между Европейцем И Японцем И Это Различие Непреодолимо То Это Означает Что Одни Люди Допустим Европейцы Должны Назвать Людьми А Японцев Должны Назвать Как-то По-другому Переходят Национализм Национализм В свою очередь Это же Как бы Есть Одна Некая Линия Нет Давай Все-таки Усчитывать Что Несмотря На то Что Существует Европейский Универсализм И может Он там Ошибочный И прочее И прочее Как бы Что-то Абстрактное Универсализм Изотносительно На уровне Абстрактного Мы говорим На уровне Абстракции Нет Даже Забыли Про мы все На уровне Абстракции Вот Гегель Речь идет о том Что Любое Обобщение Есть Насилие Над Различием Есть Его Как бы Как это Называется Репрессия Различия Различие Объявляется Несущественным На основании Тождества Вот С чего Вы решили Что Быть Человеком Это Как бы Это Как сказать Это Существенный Мамин А те Различия Которые Есть Допустим Между Азиатом Там Не знаю Между Французом И немцем Они Несущественны В сравнении Мы еще Не дошли До этого Разговора Мы просто На каком Основании Мы на самом деле Тогда Если Нет Такого Основания То Тогда Получается Что Я еще раз Объясняю Что Японец Это Не человек Если Услово Человек Зарезервировали За европейцем То Уже Другие Нации Японцы Китайцы Это Уже Не люди Получаются Мы же Не можем Одним И тем же Как бы Другую Сущность Обозначить Другим Служим Почему Все Стули Мы обозначаем Одним Названием Стул А они Все Разные Правильно Поэтому В этом Состоит Абстрактность Универсализма То Что Ты Выражаешь Антон Защищает Что Такой Абстрактный Универсализм Есть Насилие Какое Там Различие Потому что Люди Не стуль И восходить К нему Я говорю О том Что Пост 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 Структурализм И пост Модернизм Он Словословит Различие Он говорит Что Не Тождество Должно Лежать В основании А различие И различие Надо сохранить Причем Такое Различие Которое Не то Что Мы можем Сказать Что Оно Различает Вот Это От Этого Различает По Вот Этому Основанию Как только Мы Говорим Что Различие Происходит По Какому То Основанию Или Критерию Мы Тут Сходим И так Тожество Это Все Понятно Только Мы Не успели Сформулировать Проблему Уже Возникли Конфликты Так Дело Состоит В том Что Если Такого Общего Универсального Основания Для того Чтобы Привести Всех Людей К Никому Единству Нет То Тогда На самом деле Фашизм Является Правильным В частности Фашизм Расизм Религиозный Войн Религиозная Непримиримость Является Естественным Продолжением Как бы Наличия Различия Потому что Всякое Различие Которое Не может Быть Сведено К Тожеству Оно Всегда Будет Стремиться К Конфликту Допустим Если Мы Говорим Допустим О Расовой Непримиримости Если Нельзя Сказать Что Люди Разные Цветов Кожей Являются Людьми Прежде Всего А только Потом Во вторую Очередь Они Являются Людьми Негроидные Расы Европейдные Расы И прочие То Тогда Получится Что Есть Люди Европейцы Если Мы Зарезервировали Это Слово За Европейцами А все Остальное Это Уже Не Люди Как Угодно Можно Запознить Такое Люди Есть Немцы Есть Французы Откуда Можно Так Сказать Не Можно Сказать Что Немцы Французы Речь О том Чтобы Различие Вот Опять Как Одни Люди Остальные Не Люди Ты Уже Приносишь Универсалистскую Хорошо Пускай Будет По-твоему Может Быть С точки С точки С точки С точки С точки С точки Прав Есть Допустим Немцы Есть Французы А есть Японцы И Немцы Уничтожать Японцев На основании Того Что Японцы Нет Ничего Особенного Почему Потому Что Немцы Это Свои Как Да Все Есть Норма А японцы Это Просто Другое Иное Парадокс Состоит В том Что В этой Вражде Говорят Что Они Отличаются От нас Поэтому Мы Должны Уничтожить Они Различие Вот Это Вот Они Ему Отдают Должное Они Уважают Они Его Сохраняют Они Сохраняют Их Вот Эту Уникальность И Различие Отличие Японцев От себя Если Приходит Толерантный Какой Американец Говорит Нивелирует И Как бы Должные Ему Не Зато Они Остаются Живыми Хорошо В этой Нивелировке Как бы Заключена Большая Сила И вообще Сила Классического Периода Философии Когда Все-таки Все пытались Вести К некому Единому Основанию Она И заключалась В том Что Хотели Добиться Вот Единства А теперь Патриоты Это Кто Вот Это Те Движение Патриот Которые Вот Им Сказали Ребята Все Нормально Вы Такие Же Как Мы Все Люди Нет Мы Не Такие Это Взбунтовавшийся Не Принявший Вот Эту Руку Пронят Космополитическую Руку Вот Этого Тожества Они Отрицают Это Настаивают На своем Отличии На Самобытности Универсализм Если Говорить О том Как Он Представлен Никогда Не Отрицает Различие Просто Говорить Что Это Различие Вторичное Так Это И Есть Если Оно Есть Фактически Его Невозможно Отрицать Но Можно Сказать Что Оно Вторичное Оно Не Существует Уж Невозможно С Оно Точкой Социальности Почему Единство Потому Что Это Единство Не Просто Единство Формально Как Ты Говоришь Что Здесь Это На самом деле Момент солидарности Так Есть уже Единство Народное Если Я вижу Другого Человека Он Другой Кожа Он Не Человек Он Просто Зверь Какой Другой Кожа Для Меня А Вот Есть Нации Которые Уже В Себе Едины Я Все Понял Вопрос То Что У Тебя Патриотизм Это Всегда Перерастает Фашизм Всегда Национализм Сначала Потом Фашизм Потому Что Любая Нация В Конкуренции С Конечно Возникает Фашизм Есть нормальное Состояние Любой Нации Любой Определенности Любого Самоопределенности Какой-то Узкой Немцы Французы И в принципе Они должны быть фашистами Для того Чтобы быть Свои обычными Самобытными Они должны быть фашистами Понятное дело Что сначала Этот фашизм Выражается К тому Что Это наши А потом Это выражается К тому Что А то и иные Но эти иные Могут быть Допустим Сначала Как бы Нейтральные Иные А потом Агрессивные Иные А потом Непримиримые Иные И прочее Вот эта Инаковость Она же на самом деле Всегда чревата А насилия Потому что И те же иные Точно так же Рассуждают Эти иные Точно так же Рассуждают Мы-то Свои Вот наши Есть мы То есть Есть понятие Мы А есть Понятие Они Можно сказать Так Когда возникает Фашизм Когда ты Вот это На этом Различии Настаиваешь Только в отношении Себя То есть Ты говоришь Я отличаюсь От всех остальных Тем-тем-тем Ну или Мой народ Отличается От остальных Тем-тем-тем И на этом Но это же неизбежно Подожди Нет Это неизбежно А если ты Различаешь Вот ты сам Японец И ты при этом Вдруг Различаешь Французов И немцев Когда ты не говоришь Что европейцы Все на одно лицо И вообще Все остальные Это тоже важно Нет Если ты сохраняешь Точно так же Различие между ними Как различие между собой И французами Между собой И немцами Вот Если ты между ними Сохраняешь Это различие Все Фашизм Тебе не свалится Ну как свалится Ну так Но ты все равно Они чужие Такая реальность Немцы Они и французы Если они и мы Фашизм Это означает Что вот есть мы А всех остальных Надо Вот что такое Нет А как их Если они все разные Еще раз Понимаешь Фашизм Отначает на самом деле Что от инаковости Переходит к действию Вот есть некая инаковость Которая непреодолима Ну вот например Существуют немцы Да и существуют евреи Да Как бы Ни чем-то евреи плохи Объясни Я понял Еще раз Ты все время Не можешь понять Что вот переход От инаковости К действию Осуществляется только Исходя из позиции Универсализма Нет Да Подожди Потому что Только с позиции Универсализма Нельзя перенести Существование Инаковости Вот мы А они другие Значит их должно не стать Потому что должны быть Только такие как мы Это стремление К универсализму А вот сохранить Различие Сохранить Что пусть будем мы И пусть будут они иные И пусть это Различие сохранится И это различие сохранится Только пока есть они И мы есть Пока Они отличны от нас Пока они существуют Пока мы существуем Если мы их уничтожим Различия не станет Наступит опять универсализм Ну нет С точки зрения Формализма Который ты развиваешь Может быть это так Но с точки зрения Правды Вещь состоит в том Что если мы их не уничтожим То они нас уничтожат Откуда возьмется Это доверие К тому Что это различие Будет как баланс Некий Постоянно поддерживаться И сохраняться Потому что Всегда есть опасность На самом деле И что если не мы Будем первыми То будут первыми они Вот например Опять же Мы сейчас скатили Все таки Как это самоопределение Национального А на самом деле Можно на том же уровне Рассуждать О самоопределенности Государственной Была например Холодная война Советский Союз Скажем Целый лагерь Стран вокруг этого Варшавский договор Боролся там С западными странами Во главе с Америкой Ну И речь шла и о том Что это почему-то Между нами Невозможно было Достигнуть Никакого компромисса На что-то договориться Либо мы Либо они Постоянно возникало Это или-или Понимаешь Постоянно была Угроза войны Они боялись Что мы первые начнем И поэтому стремились Как бы везде Опередить и начать первыми И вообще Эта гонка вооружения Она в том и состоит На самом деле Что вы будете везде первыми Что если что Оказаться именно теми Кто первыми начнет Потому что тот Кто начнет первым Тот и выиграет Вот в чем логика-то была И такая логика Она на самом деле Исходная Если есть Непримиримые различия Если есть различия Которые нельзя Свести к некому Универсализму Потому что Потому что То же стоит И есть солидарность Я еще раз говорю Что если мы В чем-то похожи Да если есть Некое общее основание На котором можно Нас рассматривать То это означает Что мы как бы Солидарны В этом основании Так нет Ну вот допустим Приходят Американцы И говорят что Ребята мы солидарны В том что как бы Должно быть демократическое Управление Во всех государствах Вообще демократия Свобода человека Свобода слова Свобода права Мы же все с этим солидарны И вот эта солидарность Да речь не об этом идет Речь идет о том Что это там А на что они ссылаются На то что это же человек Человек имеет свободу Ты сейчас политику не скатываешь И речь Это политика начинается Потому что там Это демократия Не демократия Речь идет о Вот был в свое время Такой термин Общечеловеческие ценности И как бы Горбачев И прочие там Политики рассуждали Есть некие Общечеловеческие ценности Они не зависят Как бы От устроения общества Будет оно Социалистическим Коммунистическим Капиталистическим Хоть термологическим Не важно Есть общечеловеческие ценности Вот Есть они или нет Да Вот речь идет об этом Есть такое основание Как понятие Общечеловеческих ценностей Можно ли свести Как бы Разных людей Разных Как бы Конфессий Там Принадлежьте Государство Там Национальность И прочее Вот к этим Общечеловеческим ценностям Либо такое основание Есть И тогда на самом деле В этом основании Все люди солидарны И тогда возможно Установить Между всеми людьми Некое равенство Да И говорить о том Что есть Как бы Как это называется Права человека Вот дальше Нет Причем Заметьте Заметьте Это должны быть Какие-то Ну не абы какие Общности Допустим Все живем на планете Земля Да Вот мы как бы Мы имеем общность места Мы имеем общность времени Мы все живем там В 21 веке Этого как бы Вроде как Недостаточно Это не должна быть Общность факта Что по факту Мы вот Имеем общее Это как бы По праву Нет В той общности Которой ты говоришь Находятся так же И коты И деревья И прочее Ну Поэтому мы Конечно же Начинаем Мы с таких Общностей И потом Мы живем там В одной стороне И прочее Мы можем так Постоянно Круги сужать Пространственные Точно так же Временные Круги Можно сужать И прочее Но на самом деле Мы хотим Найти основания По которому Разные Мы уже все Преодолели Различия Скажем там С животными С растениями С минералами Все Мы дошли Только до людей И рассматриваем Все критерии Которые Различают людей Бывает Бывает Единство По факту Вот нас Взяли Поместили Насильное Допустим В одну комнату И мы Фактически Едины Но по праву Или мы Един Нет Не по праву Понимаешь По праву Это если мы Исходя из Каких-то Внутренней Правды Твоей Моей Или сущности Объединились И вот тогда Мы едины По праву Это вопрос Легитимности Единства Вот О чем я говорю Что это единство Должно быть Ну ладно Вопрос Как бы Надо опять Возвращаться В исходное состояние В исходное состояние Еще раз Если мы Действительно Стартуем Не просто С патриотизма Как бы А с Действительно Как бы С оппозиции Поскольку Всякого рода Понятие Оно должно Рассматриваться В оппозиции Так оно Проще Так оно Действительно Вырастает Как понятие То есть У нас возникла Оппозиция Универсализма Как бы И патриотизма Так вот В патриотизме Ты настаиваешь На том Что вот именно Важно Вот это своеобразие Важно Это различие Причем Почему-то Потом ты добавил Что в этом различии Важно Чтобы Было то От чего Отличается Но на самом деле Если вдуматься Как бы Есть два способа Самоопределения Есть способ Самоопределения Когда Нечто Некая сущность Самоопределяется Изнутри себя Она не отличает себя От иного Она просто Как бы Внутри себя Усматривает нечто Вот культура какая-то Она допустим Самобытная Не потому что она Допустим Европейская культура Самобытная Не потому что она Отличается от японской А потому что она Вот сама по себе Определенная У нее есть определенного Рода Положительные какие-то Там и феномены которые составляют эту культуру. Искусство, скажем, наука, философия и прочее. В смысле развивалось? Без различия. В смысле развивалось? Ну, это как бы ты исторический. Это первое определение. А второе определение – это определение по форме как отличения. То есть европейская культура отличает себя от других культур. От японской культуры, от литаянской культуры, от какой-то латиноамериканской и прочее. То есть на самом деле это второе определение. То есть есть определение по отличию. Я бы сказал так, ребята, давайте не будем считать так, что она как субъект отличает себя от кого-то. Уже само пространство мира, как пространство сознания, как ты говорил, в самом себе вот эти все различия провело. Оно как бы в себе содержится. Это понятно. Есть вот множество вот этих культур разных. Мы хотим зайти к понятию. Мы хотим удержать вот это различие, которое по факту есть. То есть условно говоря, есть некая карта логическая. Там карта логическая, пространственная, историческая и прочее. В этой карте, конечно, все различия уже есть. Но нам же нужно их возвести в понятие. То есть нам нужно увидеть, как это различие можно усмотреть, исходя из каких-то оснований. Я к чему веду? К тому, что я так как бы забегу чуть вперед, чтобы понятна мысль моя была. Я не призываю к фашизму, да? Я просто хочу словословить патриотизм, ну, с какой точки зрения стоит, что зачищая вот эти различия, фактически она как-то вот, патриотизм защищает богатство мира. То есть смотрите, вот допустим, в одной стране одни были там ритуалы или какие-нибудь там обряды, там, не знаю, установление, уклад жизни. В другой стране другой, в третьей третий. Все было вот так своеобычно. И пусть это были как бы чисто номинальные какие-то различные, но все равно было богатство некое, разнообразие, традиции какие-то, еще чего-то. Потом приходит как бы универсализм, везде появляется одно и то же, везде расплазные схемы. Еще раз, ты почему-то как бы универсализм всегда записываешь какую-то нивелировку. Совсем не обязательно так. Нет, ну смотрите. Универсализм пытается удержать различия, но только во второй очереди. Он сначала говорит о том, что все люди равны перед чем-либо, перед каким-то основанием, биологическим, там, богом, или там, правым, да, общечеловеческими ценностями, не важно. А во вторую только очередь, он устанавливает на самом деле, что так же они и различны. Нет, смотрите. Вещь идет об акцентах, а не о просто... Причем различия он не устраняет. Где? Есть, есть. Практически. И смотрите, единственное различие, допустим, в области правил дорожного движения, которое сохранилось, это левостороннее, правостороннее. Вот за что держится еще, да? В остальном, допустим, правила дорожного движения насквозь, как бы, да, во всех странах, ну, практически одни и те же. Вот. И так вот во всем. Вот все, как бы, речь идет же о вот этих, а даже, может быть, не о биологических различиях, да, у этого однако уже, а у другого, а о каких-то установлениях, которые, как бы, произвольны, в которых вот у одной культуры одни установления. Почему они такие, а не другие? Ну, непонятно. Ну, вот, вот так вот, такой у них обряд и все. Вот. А потом приходит личный универсальный. Например, приходит английский язык, как единый язык для всей науки. И все научное сообщество начинает говорить на нем. Вот. Как вы думаете, вот, каким это последствиям вообще может привести? Допустим, для естественной науки, может быть, это к малым последствиям приводит, да? Да, язык математики. Уже и так есть, как бы, универсальный. А вот для гуманитарных науки, если все конференции будут проходить на английском языке, какие-то последствия. Все же будут, как бы, всю свою гуманитарную мысль, которая существенно завязана на язык, постоянно, как бы, транслировать на английский и, как бы, соизмеряться с ним. Вот. Чем дальше, тем больше, если они стать, и будут туда писать. Допустим, представим себе на секунду, что, как, в гуманитарных науках такой же универсализм наступил, как вот в естественно-научных. Так что, я не считаю, что это, так сказать... Это с одной стороны. Ты, как бы, всякий раз, как бы, только одну сторону смотришь. А другая сторона в этом состоит, что если нету никакого универсализма, если нет такого основания, на которого можно было все свести, и тем самым заявить о некой солидарности всех людей, то это, как бы, да, неважно, будет ли эта солидарность биологическая, социальная, там, как бы, религиозная, то тогда получится так, что всякого рода, как бы, будет возникать всякого рода конфликты, связанные с тем, что вот это, и возник, существуют различия неустранимые. Как поддержание этого различия, Вот, например, опять же, я говорю, что если, допустим, нет общего основания для японцев и, как бы, немцев, да, то их различия, они будут неустранимы, а всякого такого неустранимого различия, оно чревато конфликтами, которые невозможно разрешить. Ведь всякий конфликт, как разрешается? Приводится к общему основанию. На основе общего основания разрешается проблема. Говорится, что вот претензии такие, претензии другие. Давайте сведем к этому к общему основанию и там где-то найдем то, что называется равновесие. Если этого общего основания нет, как приведется равновесие? Равновесие всегда будет тогда вопросом силы. Кто сильнее, тот и будет, как бы, давить. И пока он, как бы, имеет возможность давить, будет продавлен. Допустим, как сейчас. Вот как, опять же, если возвращаться к разговору о противостоянии Советского Союза Советского Блока, как бы, и Блока Западных Стран, в чем состоялось? Тот, кто, как бы, оказался в итоге сильнее, тот, как бы, в итоге решил проблему. Никак не получалось достигнуть некого компромисса и сосуществования. А в итоге получилось так, что нас просто схлопнули, как бы, опрокинули, как бы, разрушили и все. То есть конфликт решился в пользу того, что кто-то должен был пострадать, кто-то должен был прииграть. А ты говоришь о том, что различия должны должны были остаться. А как вот теперь американский образ жизни, американские ценности, американская политическая система, как бы, все, как бы, вплоть до языка, на котором сейчас ученые говорят, все теперь у нас американская. Ну, вот я и говорю об этом. Да правильно. Так получилось, что, так что, получилось, что вот в этом противостоянии двух различных систем, в котором не было найдено общее основание, в итоге одна система... Какое основание-то было найдено? В виде общей человеческих ценностей? Когда победила Америка? Она победила, когда Горбачев, как ты сам сказал, начал говорить про общечеловеческие ценности, давайте объедимся на основании того, что у нас есть общие ценности. Ну, не объединили же. Нет. Послушайте. Давайте найдем общие ценности. Если бы Америка все-таки держалась... И мы перестали настаивать на... Если бы Америка держалась, опять же, двоих формулировок, что оно должно было бы удержать различия в другую систему. Оно же... Америка-то не настаивает... А как раз хочет... А не получается ли тогда то, что ты говоришь о различии, это просто определенный род да просто романтика? Что на самом деле, более того, что конфликт, он перевеет всякого рода различия. Потому что всяк всегда существует... Если возникает различие, то он всегда возникает как конфликт. Понимаешь? И этот конфликт спешит разрешиться в то, чтобы на самом деле это различие снять. А не так, как ты говоришь, что вот, как бы, своя обычность стремится к тому, чтобы сохранить и свою оригинальность и оригинальность того, что он его противостоинит. Так и есть, как ты говоришь сейчас, что конфликт стремится разрешиться так, чтобы снять противоречия. Но в этом проявляется стремление к универсализму постоянно. Я и говорю, что это и есть космополитизм. Я говорю о реальности, а ты говоришь, а... Реальность состоит в том, что космополитизм и есть это самое зло, которое все различия стирает путем, как бы, победы одного над другим. Ну, так правильно. Но мы же поговорим о том, что реально, а не о том, что... Нет, мы говорим о том, что есть идеология. Нет, нет. Мы говорим про... Патриотизм — это идеология. Патриотизм — не входит противоречие с сохранением особенностей. Пожалуйста, мы живем в одной стране, но тем не менее у нас есть там разные национальности в одной стране живут. Пожалуйста. универсализм делает... Тем не менее мы... Нет, нет. Универсализм делает все различия вторичными, это значит, что они постепенно нивелируются, естественно. Конечно, как бы противоречие-то есть. Другое дело, что, понимаешь, универсализм, если претендует на то, что есть общее основание для всех людей, он, в конце концов, везде, во всех решениях, он педалирует именно на то, что есть тожество, а не различие. Всегда он будет педалировать, прежде всего, в разрешении всех проблем на тожестве. А Антон говорит о том, что патриотизм должен, ну, как бы, по своему смыслу, должен, наоборот, педалирует на то, что изначально есть непреодолимое различие, вот есть нет, есть японцы. И никакого общего у них быть не может основания. Да, и только в этом случае он сохранит и себя, и противоположность. Он не сохранит. Вот Антон уверяет, что вот есть такой романтический взгляд, что он сохранит. Не, ну, на самом деле, у него, как бы, шансов того патриотизма нет, действительно. Потому что... То, раз патриотизм не сохранит. То есть, как бы, политизм, он, это, как бы, это, вот я говорю, это отражение философии Гегеля, это отражение мышления как такового. Вот этот поиск тождества и настаивание на тождестве, вот эта экспансия одного на другое, стирание различий. Это просто судьба. Судьба жизни там, судьба мышления. Поэтому патриотизм выступает, да, как, как бы, романтический, неромантический, ну, как очаг сопротивления, временный, как бы, обреченный отряд такой. Вот. Другое дело, что можно было понимать, наверное, да, когда патриотизм свою тождественность, исходя из себя, получает, так как, не отличие, а исходя из себя. Ну, бывает ли такое? Вот. Вот именно, когда ты правильно сейчас говорил, как раз я, когда указал на то, что существует два способа самоопределения, то я хотел как раз говорить о патриотизме, на способе самоопределения внутри себя. Не в самоопределении смысле отличия. Потому что самоопределение в смысле отличия всегда вот чревато вот такими проблемами. Там, связанными с непреодолимым различием, там, с уничтожением иного, там, с фашизмом и с прочим. Поэтому патриотизм настоящий, да, он должен, как бы, на самом деле, смотреть на себя сначала. Он должен внутри себя прорасти, он должен увидеть, как бы, свои плоды, да, он должен, как бы, обогатиться своим, вот, своим, что он имеет, по-сконным, да. Он должен увидеть, как бы, то, что мы же, опять же, возвращаемся с понятием любой в Крудине. Что это такое? Мы можем смеяться, конечно, над скрипом, там, калитки, там, над березкой, там, над покосившимся домиком. Ну, в каком-то смысле, это и есть та своя обычность, да, не отличие от другого, вот, там, где-то в Америке небоскребы, не так. А что, вот оно родное, да, вот она, моя деревня, вот мой дом родной, там, да. То есть, как бы, вот мои, это лица людей, которые являются мне, там, родственниками, там, этими. Слушайте, что это мои, они не ощущаются. Да, вот это наши, то, что называется, вот это наши, вот, вот это наши. И только когда вот такой патриотизм внутри себя прорастет, он, поскольку он обогатился внутренним содержанием, поскольку он уже не боится вот иного, да, потому что у него есть, на чем базируется, у него внутри себя вот есть некое содержание, он может, как бы, обратить внимание, а вот еще бывают французы, там, а вот еще бывают, там, немцы и так далее. Потому что, если бы это было бы иначе, если бы, например, Советский Союз смотрел на Америку и говорил, а давайте их где-то догоним и перегоним. То есть, он не смотрел на себя, как он, как вот, есть, например, Советский Союз, он свой обычный, он живет какой-то своей жизни. Нет, надо было обязательно смотреть на Америку и вычислять, догонят ли мы, догоним ли мы Америку. То есть, мериться определенным родом органами, да, там, какие, у кого длиннее там будет. Вот, мы должны были, Америку, как бы, все это догнать и перегнать. И вот, когда патриотизм, когда патриотизм, он хочет кого-то догнать и перегнать, когда он самоопределяется, исходя из иного, вот тогда и возникают все проблемы. А именно проблемы этого конфликта, вражды, уничтожения, фашизма и прочего. О чем мы говорим? Потому что очень важно, что остаться, это, пустить корни, да, то, что называется. Вот, базироваться на Земле, а не просто висеть где-то в пространстве, абстрактном, да, и самоопределяться от иного. Что значит самоопределяться от иного? Это означает, что то основание, по которому я определяю себя, указывает мне другой. Вот, допустим, Америка. Она указывает, мне на что я должен внимание обращать, понимаешь, и что я должен считать существенно. А на самом деле я должен существенно считать свое, посконное. Пусть, допустим, я в локтях, да, пусть у меня балалайка, да, ну, так, я уже смеюсь, да, некоторые отношения. И мне что-то исконное. Нет, ну я так просто... Посконное, это, знаешь, что-то, какой-то термин специфический... Ну, пускай исконное. Нет, ну, я просто хочу что-то... Но надо именно... Не надо кричать здесь. Да, нет, надо просто вот именно это вот свое... Давай на философский мысли теперь, да, то есть переводить этот философский язык. То, что ты говоришь, это означает, что вот должно быть множество тождеств. Вот так вот. Что, как бы, тождество это не одно, а вот у каждого свое тождество. Это как бы множество вот этих бытие-1, бытие-2, бытие-3, бытие-4. Вот это уже, как бы, другая антология возникает. Но, тем не менее... И там, как бы, свое тождество и здесь. Но, тем не менее, тем не менее, как бы, после этого того, что вот возникло множество тождеств, и каждое тождество есть определенного рода патриотизм внутри себя, да, тем не менее, все равно возникает общее основание. Все равно. Но это просто общее основание, как бы, оно... Оно не нивелирует, как вот ты хочешь, да, всякое различие. Поскольку эти тождества, у которых их много, они уже установились. Оно просто, как бы, на этих тождествах основывается, как некое новое тождество. Поверь, уже существующая тождество. Возможно, общение самостоятельно и тождество. Подожди, не университет, который сверху спущен и нивелировал все различное, а который вырос из того, что есть одинаковость во всех этих тождествах. Не, ну он да вырос. Потом человек, о чем мы говорим, что такое патриот и что такое космополит? Человек живет, и он как бы себя выстраивает на основании какого-то тождества. И вот у него есть вот это тождество локальное, национальное, которое само по себе было. И есть вот это универсальное тождество. И он может к одному апеллировать, а может и другому. И вот тем самым он будет отличаться. Один апеллирует к этому тождеству как бы своему, а другой к общечеловеческому универсальному тождеству. И получается, что вот это общее человеческое универсальное тождество, оно просто будет одно из тождеств, которое просто на базе вот этих тождеств существует. Как мы строим здание? Мы ставим несколько свай, как бы допустим, и на несколько свай уже ставим как бы некую общую плиту и прочее. Оно выделенное все-таки, понимаешь? Но каждая свая своя обычная, понимаешь? Точно так же и здесь, как бы возникает, есть некое общее основание у каждого отдельного патриота, да? У каждого отдельной общности. Но, помимо этого, есть общее здание, да? Которое для всех является универсальным. У тебя бесконфиксная какая-то ситуация. У тебя как бы, вот понимаешь... А такая вот, вот так и состоит задача. У тебя нет коллизии, коллизии. Правильно, так и состоит. Так почему должна? Нет, потому что в мире так, потому что в мире этот вопрос почему-то острый. А я теперь объясню, почему в мире так. А потому что в мире универсализм навязывается сверху. Не так получается, что кто-то... Понимаешь, универсализм должен ждать, если он является честным, что снизу должно прорасти сначала вот это вот зернышко, да? Сначала должна вот эта свая возникнуть, да? На котором потом она может обосновать также и свою универсальность. Слышишь? Угу. А сейчас получается так, что есть какая-то, как ты правильно говоришь, европейская какая-то универсальность, которая... Универсализация в чьих-то интересах. Да, в чьих-то интересах, да. И она навязывается и говорится, что вы все равно к этому придете, вам деваться некуда, потому что исторический путь у всех одинаковый. Да. Понимаете наши ценности, чтобы сократить расстояние. Понимаешь? А тем самым нарушается баланс, тем самым получается, что поскольку патриотизм не вырос из своего основания, а ему как бы сверху просто свален некий универсализм, все вот эти вот различия стерты. И фактически вот эта общественность, которая могла бы быть патриотической, она исчезает и становится частностью какой-то другой общести. Например, как в нашей стране, была какая-то своя обычность в виде Советского Союза, а теперь как бы она все больше и больше стирается в пользу того, что у нас американские ценности, американские категории, американская система политическая, американское кино и прочее. Науки как бы язык английский приваливают и прочее. То есть это фактически вот то, с чего ты начал разговор, разговор о насилии, то есть на самом деле это проблема того, что тот, скажем так, та общность, та народность или то государство, которое по каким-либо причинам оказалось успешным, оно должно вот эту свою экспансию универсализма, оно должно как-то умудряться удерживать, оно должно как бы останавливать сама себя, свою руку. Конечно же это сложно сделать, потому что все же базируется в том числе и на выгоде, на конкуренции нации, на всякого рода противовосновления. На обычных люлях все равно базируется. Нет, я имею в виду, что... Главное, что и мы ведь не безгрешны в этом отношении, то есть, условно говоря, российское государство. Конечно, точно так же мы все еще. Там всякие несчастные прибалты, то есть все. Вот это вот удержать свою экспансию, что это, экспансию митрополии в колонии, и не дать возможность колониям загнуться, и остаться своими обычными, а не превратиться как бы в преданное государство. Замите, мы их там... Это всегда сложно сделать. Все эти азиатские республики тоже как бы экспансию свою осуществляли. Мы же им несли культуру великую русскую, русский язык русский, и реально обогащали их, да? То есть, если у них там был язык бедный, и какой там... И литература... А мы им как бы все это принесли, но с другой стороны, это все равно не отменяет того, что это была экспансия, да, и как бы некая... Только, я говорю, этот процесс, он обоюду острый. С одной стороны, мы несли, как то, что называется, миссию цивилизованного нации, да, там, цивилизованного государства, а с другой стороны, мы несли миссию как бы универсализма, да, то есть уничтожения всякого рода различий. И вы правильно говорите, ну, Антон правильно говорит, что если какая-то универсальная система будет уничтожать все вот эти свои обычные системы, в конце концов, кроме нее ничего не останется. И тогда у нее не будет возможности самоопределиться по отношению к другому. У нее останется единственная возможность самоопределяться внутри себя. И тем самым она себя объединит, потому что у нее не будет возможности соотнестись... Ну, мир объединит. ...как одна культура с другой культурой, да? То есть вот эта вот проблема, на самом деле, она системная, да, то есть это проблема того, как одна система должна как бы сама себя удерживать, если она чувствует силу, да, если она чувствует мощь, как бы, и чувствует, что может как бы распространить себя повсюду, как она должна сама себя ограничивать для того, чтобы дать возможность этому другому быть. ну, в каком-то отношении это романтизм, конечно, потому что в биологической системе, да, и в системе социальной мы постоянно видим вот осуществление воли к власти, да? Ну, романтизм, это когда ты говоришь про то, что там она должна себя удерживать там как-то от X-Bines, это романтизм. Романтизм. А я-то говорил, у меня мысль была такая, да, немножко фашистовая состоящая в том, что, может быть, в конфликте больше проявляется уважение к различию в конфликте, когда один, как бы, конфликтует с другим. Ну, хорошо, а другой пал, допустим, но не выдержал в определенном, и все, как бы, различие уничтожилось. Да, да, ну, пока фашист был. Ну, правильно. Чем, когда, как бы, знаешь, вот так... В течение лет выжил. Да, 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 ты такой же, как я, мы все братья. Нет, нет, просто дело не такое же, как я. Дело в том, что просто мы живем, как бы, как замечает Ницше, в системе воли к власти. Любая система, будь то она биологическая, социальная, там, там, любая система, стремится, как бы, к распространению себя, своей власти все шире и шире. В этом и состоит. И две системы, естественно, схлопываются где-то на свои границы, как бы, и конфликтует. Это неизбежная ситуация любой системы, так устроенная. Нет, ты подумай, насколько... Как эти фашисты, там, уважили евреев, да? Насколько они их отличными от себя считали? Все это просто другие, как бы, существа. Ну, как бы, я же говорю тебе, что в таком понимании... Отправдание фашизм. ...различия непреодолимого. Да, ну, всегда, он всегда щереват вот именно к тому, во что выражает, в чем выражается фашизм. Потому что фашизм, это именно и есть такая система, которая придает какой-то другой системе непреодолимое различие. Да, это просто оборотная сторона уникальности. Те же там евреи могут считать, что они какие-то особенные, да? Да. Вот. Отличающиеся от других, им говорят, нет, вы такие же, как... Поэтому универсализм, он более в этом отношении является правильной системой социальных учреждений. Да, он является толерантным, да, он признает это всякого рода различия с чем-то второстепенным по отношению к некой общей, к универсальной некой характеристике. И поэтому универсализм, он позволяет быть, понимаешь, он не чреват фашизмом. А вот всякого рода вот такой патриотизм, да, всякого рода местничество такое, всякого рода вот самоограничение, оно вот чревато фашизмом. Причем я еще раз говорю, что есть все-таки возможность быть патриотом и не быть фашистом, да, то есть нежелатого уничтожения иного. Который состоит в том, что сначала патриот должен углубиться внутрь себя, да, найти внутренние основания для самого себя, платформу, да, корни какие-то свои найти. Вот то, чем занимались слава инофилы, да, они пытались как бы... Вот сейчас занимались западники, да, у нас были противоречия между западниками и слава инофилами. Западники считают, что есть как бы общий путь развития человечества универсальный, как бы, и не еще тут как бы заниматься патриотизмом, да, и надо как бы просто уже встать на рельсы общего развития, да. А эти рельсы, как бы, они видели, что в Европе, Европа далеко вперед ушла в техническом отношении, там, в построении социальной системы и прочее. Они считали, что надо просто это быстро перенять, как бы, и сократить время, да, развитие. А славян-фины говорили, что тем самым мы, как бы, уничтожим вот нашу, нашу, вот, своя обычность, да, да, и мы должны на самом деле двигаться иначе, мы должны сохранить эту самобытность. И после этого уходили ее искать. В этом парадокс. Как бы, то есть, надо сначала ее иметь, по идее, чтобы так сказать. Ну, это тоже. Существует ли вообще на самом деле у нас какая-то вот мы... Ну, наверное, существует, мы же говорим на одном языке, живем на одной территории. В конце концов, у нас есть какие-то общие символы, общие понятия того, что такое жизнь, как... Общее понятие того, что правильно, да, как... Какая-то общая история существует. То есть, на самом деле, общество мы можем найти. Другое дело, что это не такая вещь, что вот так вот по щелчку, вот так вот, хоп, и завтра мы найдем, да, в чем состоит патриотизм. Оно не состоит в том, чтобы сохранить границы. Оно не состоит в том, чтобы, как бы, во что бы то ни стало говорить на каком-то там, не знаю, там... В старорусском языке, да, там найти какой-нибудь там, это... Какие-то основания, там... Православие, самодержавие, народность, народность. Макроступы! Православие, самодержавие, народность. Да. Лаптя, березки, как балалайки, как-то, любимые слова, да? Когда какой-нибудь англоязычный какой-нибудь этот... Кент начинает говорить о балалайке, как бы, ну, смешно там звучит это. Матрешка еще. Матрешка, как будто бы у нас только здесь, у всех, в каждой квартире, по балалайке. И мучной медведь. Все играем на балалайке. Да, еще и медведь. Мучной. И лодка. Ну, не важно, в общем, вопрос в этом состоит. И вдруг русский превращается в цыгана. Во-первых, как бы, в нашей стране не только русские живут, это во-первых. Ну, ладно, не важно, суть вопроса в другом состоит. Что патриотизм, еще раз, если говорить о нем системно, да, если не входить в какие-то конкретности, да, и не обсуждать любовь родины, исходить из какой-то лирики, как там. Скрипнула калитка, как слеза там навернулся на щеках и прочее. Если как бы говорить о нем, на самом деле, логически, да, и восходить к понятию. Понятию, еще раз, с чего мы начинали. Следует определять следующим образом. Сначала мы должны определиться сами в себе, да, вот то, что Гегель говорит, да, это бытие, это для себя сначала нужно определиться. Оно должно сначала основываться на себе, найти свое основание внутреннее. Потом же, исходя из этого внутреннего основания, оглянуться вокруг, увидеть, что бывают и другие основания. Там, бывают, там, американцы, французы, необычные, и многие, кто... И найти среди этого другого, значит, общее. А потом уже, да, не, а потом уже, основываясь на том, что другие общности точно такие же, как ты, да, что они в том смысле точно так же основаны внутри себя, самоопределиться уже в отношении некой общей тождественности, универсализма, для того, чтобы не конфликтовать, для того, чтобы вот не приводить все к фашизму, к войне, к самому друг другу, к уничтожению друг друга. Для того, чтобы все-таки добиться вот некого мира, да, баланса, некого равновесия. А этот универсализм, как бы, вот он, как раз, будет правильным универсализмом, который поднялся снизу вверх, а не который спущен сверху вниз какой-нибудь одной передовой нации, типа, там, европейской или, там, американской. Вот они почему-то считают, что они, как бы, имеют право, как цивилизованная сторона, как бы, дарить всем другим этот способ жить, учить другие народы жить. Как надо правильно, как неправильно, как в чем состоит ценность, и так далее. Особенно, если учесть, что, как бы, во всем это всегда присутствует корысть, да, как бы... Так нет, но это понятно, почему это так происходит и почему так будет. Потому что им хочется стать не просто тождеством для самого себя, но и, как бы, тождеством для всех. И тем самым, как бы, абсолютным тождеством. Чтобы наш способ жизни был правильным не только для нас, а правильным для человека как такового. Но они, как бы, это и есть экспансия. Когда митрополия говорит, что колонии, на самом деле, всегда будут только колониями, да. А митрополия, как бы, она просто, это, проецирует, как бы, свои ценности в колонии. И колонии живут, как бы, принимая эти ценности, еще должны благодарить эту митрополию, что это так. А не так, на самом деле, что существует много митрополий, да, коллеги, которые с друг другом, как бы, на равных, как бы, враны. Вообще, человеческое, вот это, то, что у нас отношение, как бы, темно относится. Оно как раз-то выступает, как бы, вот этим базисом, или передаточным, ну, для того, чтобы навязать и все, как бы, что к этому отношения не иметь. То есть, допустим, мы же все люди, мы люди. Значит, вы должны молиться справа налево, допустим, креститься. Вот так вот. Никак не связано. А вот так и происходит. Вот тут, сомн-то и проблема, что мы же все люди. Значит, значит, вы смотрите, мы же все люди. Мы крестим справа налево, значит, и вы должны креститься справа налево. А мы слева направо, мы же люди, значит, и вы должны креститься слева направо. Нет, ты не понял. Мы же все люди. Да. И мы люди, и вы люди. Вы справа налево, мы слева направо, значит, вы должны креститься. Подождите, подождите, давайте так, вы как сваливаетесь уже, еще раз, здесь существует две возможности понимания патриотизма, один из них заводит тупики, потому что он конфликтует, потому что его самоопределение, оно в итоге, на самом деле, оказывается лишенным солидарности всех людей. То есть, оно противопоставляет себе полностью всякому универсализму, и это чревато многими проблемами. А существует другой патриотизм, который, на самом деле, конечно, своеобычность сохраняет, но, тем не менее, все-таки возводит себя к универсальному пониманию, для того, чтобы сохранить баланс, то, о чем ты мечтал вначале, романтически, что каждое различие должно стремиться к тому, чтобы сохранилось то, от чего оно отличается. Вот, как бы, надо понимать, что мы всегда балансируем вот в этих определениях. Не знаю, полностью ли мы, как бы, осветили и вопросы, или нет, там. Ну, нормально. Ну, мне кажется, что, да, как бы, можно, наверное, здесь еще подумать о чем-то, да? Но, главное, мы понимаем, как вот, может, то, что называется алгоритм, как должен, насчет должен основываться патриотизм. Патриотизм должен проращивать собственное, должен основываться на собственном. И когда, собственно, основание будет, ну, возникнет, когда оно станет мощным и сильным, да, нам уже можно, как бы, озираться вокруг и пытаться соотноситься с другими основаниями. А не наоборот. Сначала, как бы, посмотреть, как в Америке хорошо, а потом думать, почему же мы такие придурки, почему же у нас ничего не получается, почему же мы уроды. Всегда же так будет, если исходным и главным является различие от другого, да, всегда будешь ты, если есть передовая нация типа американцев, ты всегда будешь казаться, что ты какой-то недоумок, что ты какой-то, это, урод какой-то, да? Потому что у тебя не так, у тебя разруха, у тебя этого нет. В Америке небоскребисты у нас почему-то их не было, давайте у нас тоже построим там, да? То есть в Америке там, условно говоря, там фильмы показывают, там, свобода, свобода, это, нравов, там, давайте и у нас тоже так же. Это же не нормально, что мы же уроды, у нас этого уже нет и прочее, прочее. В Америке какая-то демократия такая разбитная, давайте и у нас такой демократии, потому что это же ненормально, у нас юнит и прочее. А нормальное состояние должно было быть обратно. Мы сначала должны было понять, что является нашей своей обычностью, и только исходя из этого, основываясь на этом уже, можно было бы пытаться себя с чем-то сравнивать и понимать. Ну, в Америке одна демократия, а у нас другое понимание по этим вопросам. В Америке там одно понимание того, что такое строительство, что такое города, а у нас другое, потому что мы другие. Интереснее вопрос. Вот эта вот своя обычность, она как бы устанавливается? Это что-то, что мы создаем? Или это все-таки эти различия и эти особенности, они в мире лежат? Если они в мире лежат, то нам и не нужно вот это вот, то есть почему я не начинал с того, что мы там должны сначала сами как бы так действовать, получить все, потому что они как бы в мире уже присутствуют. Но дело в том, что опять же, мы же постоянно слышим о том, что наша страна, это страна уродов, это какие-то совки, это какие-то недолюди, понимаешь, по отношению к другим странам, к европейским странам, в которых нормальные люди живут. У нас как бы все ненормально, у нас ненормально, социальные отношения у нас ненормальные. Но почему так происходит? Да потому что изначально во главу угла поставлено отличие. Потому что, как вы даже видите, об этом даже патриотове говорят. Почему? Потому что они сначала смотрят на то, как им кажется почему-то нормальным там где-то за бугром, в Америке или в Европе. И они оттуда как бы, да, вот косят глазом и смотрят, а у нас не так. И поскольку у нас не так, а там норма, да, у нас ненормально. А движение-то должно быть обратное. Сначала должен у нас посмотреть, у нас свое. А потом уже как бы смотреть, а у других по-другому. У них такие странные, да. Да, у них по-другому. Такие странные, такие. И по идее, на самом деле, когда в период географических открытий, ведь так и было, нации ведь не соотносились друг с другом. И когда, допустим, европейцы приехали в Японию или в Китай, то вопрос потом ушел. А смотрите, как у них, да, а смотрите, как у нас. То есть оно по-разному было, да. Неплохо или хорошо, а по-разному. Ну и самое главное, что это же опять же вопрос об осознании. Мы должны все-таки осознавать себя нормальными. В любом случае ненормальными. То есть вот эти оценки, да, нормальные-ненормальные, они зависят от масштаба, да, зависят от мерила, откуда мы измеряем. Если мы измеряем от различия, то мы всегда будем чувствовать, если мы, допустим, отстаем, черта, да, что мы уроды. Почему у нас не так? Потому что мы уроды. А если мы все-таки от собственного основания отчитываем, то тогда мы никогда не будем себя чувствовать уродом, потому что у нас другое основание. Но у нас все другое. У нас другая территория, другие люди, другой язык, у нас другая культура, другая история. У нас все другое. Другие нации там. Все другое. Но мы можем объединиться с американцами против исламской угрозы. Молодец. Или политически выведены. Это последний вывод. Либералов, в общем, да? Так, Дид, главное, что не выдумана ли вот эта вот исламская угроза, чтобы нам объединиться? Кстати, между прочим, повод объединиться. Вот соотношение либералов-патриотов, да, как бы вот сейчас вот присутствует. Как раз их можно разделить именно по этому основанию, что либералы смотрят на Запад, потому что для них Запад это норма, да, это не как точка отчетов. И когда они уже косят глазом, да, как бы на Россию, они понимают, понимают, что у нас все ненормально, потому что у нас не так, как у них. А патриоты все-таки вот, современные, которые живут на территории, они все-таки как раз пытаются понять, как у нас. И то, что у нас отлично от них, это же естественно, поскольку у нас территория другая, у нас климат, другое, люди другие, культура другая, история другая. И естественно, все эти различия, да, вся эта своя обычность наша, она, естественно, порождает и все остальное отличие. Но не может же так быть, да, как бы. В России большие пространства, и поэтому мысли распространяются прогрессивно и медленно. Молодя Павлович, пока доедешь от одной деревни до другой. В смысле? Да, да. Прогрессивные мысли медленно распространяются. Спасибо. Прогрессивные мысли медленно распространяются.